Все-таки региональные приоритеты свыше не определяются. Приказать-то несложно, будет ли толк. Эти приоритеты должны возникать сами. Только тогда появляются целые школы с богатыми традициями и многочисленными питомцами. Как, например, это произошло с женским ганболом в Тольятти много лет назад. Вот же ходит народ на ладу, и деньги у автоваза нашлись на женский ганбол, хоть и грозились в этом году снять с довольствия. В России не вопрос лишить народ народной же любви, но в Тольятти, к счастью, этого не сделали. И вот на прошлой неделе, при большом стечении публики, прошел матч двух прекрасных команд. Тольяттинская лада из Венигородской звезды. Среди зрителей был и наш коллега Игорь Черноиваненко. На переговорке команда хорватского тренера Здравка Зовка приехала отнюдь не в ранге фаворита. Тольяттинские болельщики не успели забыть развернуть звезды пятимесячной давности в матчах за бронзовые медали. Да и в ходе нынешнего сезона подмосковная команда успела потерять незапланированные два очка в Краснодаре. Однако на этот раз в Тольятти все было плохо для хозяек и напротив игра хорошо сложилась для гостей. Точнее, звезда сама ее сделала таковой. Вряд ли настрой у команд сильно различался. Все-таки лады и звезда непримиримые и принципиальные соперники. Но с первых минут стало видно, подмосковные генболистки все делают как-то легко и непринужденно. И напротив, у Тольяттинок мяч порой элементарно валился из рук. А каждый заброшенный мяч давался им с превеликим трудом. Можно найти много сравнений в игре лады и звезды. Но очевидно одно. Кочные встречи, готовность соперников была абсолютно разной. И если в середине первого тайма, пока были силы, Тольяттинки однажды даже смогли выйти вперед в счете на один мяч и не очень крупно проиграть первый тайм 12-14, то во второй половине встречи шансов не проиграть у лады не было никаких. Игроки, которые совсем недавно выглядели мощными и быстрыми, на этот раз смотрелись вялыми и слегка заторможенными. В итоге закономерная победа звезды 29-22. Семь мячей, очень серьезная фора. За счет чего звезда выиграла? Ну, наверное, за счет настроя, то, что мы в защите играли друг за друга, как-то друг другу помогали сплоченно, и я считаю из-за этого. Каково играть против бывшей команды и города, где тебя по-настоящему, собственно, любят и помнят? Ну, я как у себя долго играю, в принципе. Поэтому я чувствую их поддержку, зала, и девочки все свои, и все как будто бы в своей команде играют. Ну и нельзя не отметить в составе подмосковной команды 16-летнюю Анну Вяхереву, родную сестру экстальятинки Полины Кузнецовой. По версии журналистского сообщества, именно эта спортсменка стала лучшим игроком встречи, показав не по годам зрелую игру и столький неуступчивый характер. При этом еще и отправила в Тольятинские ворота 4 мяча. Было достаточно тяжело, девочки боролись до последнего, было очень тяжко. Ну, а чем объяснить вот такую разницу в счете большую? Ну, в принципе, это для нас была небольшая разница в счете, но собрались, не знаю, даже если честно, но сами очень рады. Игорь Черниваленко, специально для НТВ+.